Здравствуйте! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней сегодня в эфире. Миссия делегации Западной Армении в регионах Западной Армении. Источник преступления уже известен. Источником вандализма является фонд Гейдара Алиева. Авторитетные организации Аргентины подтвергли резкой критике в заявлении пояса Турции, отрицающей геноцид армян. Артак Бегларян и Арат Мирзоян обсудили ситуацию в Арцахе и ход преодоления гуманитарных проблем. Администрация провинции Ерзанка подтвердила факт утечки цианидов в Ефрат. Началась экспертиза. Американский студент обнаружил редкую Библию с карты Великой Армении. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Делегация Западной Армении продолжает свою миссию. На родине на четвертый день поездки отправилась в Харберт и оттуда в Тебяна-Герд. На территориях Харберта нашим представителям выпала удача встретить различные культурные структуры, несущие в себе армянский след. К сожалению, некоторые из них были разрушены. Например, два армянские церкви в селе Якино-Зу, церковь Святой Марьям и церковь, название которой мы не смогли выяснить. Хотим напомнить, что церкви, носящие им и Марьям Астадзатин, были построены на месте храма бога Анаид. Примерно на этой же территории находился родник с тремя источниками, из которых на протяжении веков вытекла чистая горная вода. Вообще почти все территории Западной Армении богаты горными источниками. В Харберте наша делегация также посетила крепость Балу, которая была построена на холме над рекой Аратзани. Это величественное сооружение еще раз доказывает, насколько храбрыми и независимыми были наши предки. Отсюда наша делегация отправилась в исторический город Тигран-Акерд, который был основан армянским царем Тиграном Великим. В Тигран-Акерде – одном из центров древней цивилизации. Архитектурные памятники сохранились до наших дней. Лишь некоторые из них удалось увидеть. Среди них армянская церковь Святого Киракоса и огромные крепостные стены. В Тигран-Акерде также находится армянский квартал Сур, который на протяжении десятилетий был калибелью коренного армянского народа. К сожалению, сегодня Сур лишен армян, и под предлогом какой-то государственной программы он был разрушен, потеряв свою красоту. Рядом с Суром стоит архитектурный шедевр – самая большая церковь на Ближнем Востоке Святого Киракоса, посещение которой стало большой честью для нашей делегации. В Тигран-Акерде вечер продолжится приятной атмосферой вместе с жителями Западной Армении, собравшись там из разных регионов. Во время встречи был отпразднован день рождения сотрудника телевидения Западной Армении. Министр культуры Западной Армении Рафик Ортошен написал на своей странице в Facebook из сообщений азербайджанского сайта ИКНЮЗ. «От 17 июля мы выяснили, что церковь села Ниш была отремонтирована фондом Гейдара Алиева. Дело в том, что представители мусульманско-христианской еврейской общины Азербайджана посетили в этот день церковь святого Ереша в селе Ниш и выразили удовлетворение ремонтниками церкови. Кстати, было известно, что во время этих работ были удалены и уничтожены два армянских протокола церкови, но до сих пор не было известно, какой именно азербайджанский орган спонсировал это дело. Западная Армения постоянно заявляет, что соседние страны распространяют свою политику геноцида на культурные ценности. Сотни подобных случаев произошли после геноцида, совершенного против армян, когда часть армян была убитой, а другая часть была вынуждена покинуть родные территории. Оставив на том же месте свою многовекную культуру, которая сегодня искажена или уничтожена оккупантами. 23 июня 12 общественных организаций Аргентины выступили с заявлением по поводу письма посла Турции. В Аргентине шефика Вуорала Алтая опубликована 15 июня ежедневной газеты La Nation, отметив, что единственной целью стадии является отрицание геноцида армян. Заявление общественных организаций было опубликовано 24 июня газетой Враджина 12. Это преступление против человечества было спланировано и реализовано Османской империей, нынешняя Турецкая республика. В январе 2007 года геноциды, совершенный против армян, был признан Национальным конгрессом Аргентинской республики. Ратифицированным президентом Нестороем Кришнером, согласно которым 24 апреля каждого года объявляется Днем терпимости и уважения между народами. В память о геноциде, жертвой которой стал армянский народ, отметили общественные организации. Сегодня эта дата включена в официальный календарь Аргентинской республики. Западная Армения находится в постоянном контакте с армянской общиной Аргентины, и мы можем сказать, что такая реакция общественных организаций была обосновлена в последовательной работе армянской общины. 24 июня министр иностранных дел Армении Арат Мирзоян встретился с государственным министром Арцаха Артагом Бегларяном. Одни обсудили ситуацию в Арцахе в результате азербайджанской агрессии в 2020 году. В частности, были затронуты усилия, предпринимая в международных структурах, для повышения прав народа Арцаха, в том числе вынужденно перемещенного населения и решения стоящих перед ним проблем. В этом контексте Арат Мирзоян и Артаг Бегларям подчеркнули необходимость привлечения международных гуманитарных организаций на местах с целью комплексного решения гуманитарных и социоэкономических последствий войны. Одни обменялись мнениями о перспективах мирного и справедливого урегулирования арцахского конфликта. На золотом бруднике села Чоплер, провинции Ерзенка, в западной Армении произошла утечка цианида, который, по некоторым данным, смешался с водой и землей Еврата. Администрация провинции Ерзенка опубликовала письменное заявление, в котором отмечается, что утечка цианида, содержащего раствора, произошла из-за неисправимости трубопровода. Но в этом же заявлении отрицается утверждение о том, что утечка токсичного вещества достигла реки Еврат. В заявлении также говорится, Министерство экологии, управление инспекцией по оценке состояния окружающей среды и технического персонала инспекционного отдела по наблюдению и мониторингу провели необходимые исследования и оценки на месте, в результате которых выяснилось, что утечка цианида не в одну в одну акваторию региона, включая Еврат, и она не была преднамеренной. Необходимые эксперты и оценки будут проведены Министерством окружающей среды и городского развития. Западная Армения заявила, что это не единственный случай, когда Турция использует природные ресурсы Западной Армении и наносит ушер по окружающей среде. Тудент из американского Портленда Сэм Пусан нашел в архиве библиотеки колледжа Люсиа и кларика издание Женевской библии. Библия королевы Елизабета I из Шекспира, где упоминается Великая Армения, сообщает официальный сайт американского телеканала CBS. Согласно сообщению, эксперты отмечают, что в редкой издании Библии основные места священных писаний представлены сложными иллюстрациями дерева. В одном из разделов Библии ситуация в Эндемском саду. На деревянной доске изображена карта Древнего Востока и Великой Армении, Вавилона и Персидского залива. Книга находится в хорошем состоянии. В книге была обнаружена надпись, которая свидетельствует о том, что издание было выпущено в Лондоне издателем королевы Англии Кристофером Баркером. Согласно The Oregonian, Женевская библия – вторая по древности книга в коллекции колледжа, поскольку у них есть еще одна книга, которой около 50 лет. Поддерживая свои принципы в отношении к зрителю, государственное телевидение Западной Армении продолжает свою работу с новыми подходами. Как вы уже знаете, наше телевидение транслирует в основном новости по Западной Армении с политическим и другим подтекстом, связанным с настоящим будущим и также с различными вопросами. Мы прозрачно представляем события Республики Западная Армения, правительства Национального Собрания и других структур. Дорогие соотечественники, при вашей поддержке возможности нашего телевидения будут еще больше расширяться и укрепляться. Вместе мы сильнее. А сейчас музыкальная часть. Армянская народная песня. А сейчас музыка. Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова